Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как прижились деревья, пересаженные с улицы Куйбышева. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Веснушка 2024. В Самаре завершился фестиваль для учащихся в среднепрофессиональных заведениях. В Самаре в преддверии Дня российского предпринимательства проходит ежегодный региональный форум «Мой бизнес. 63 стратегии роста». Его проводят в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ключевые события первого дня форума, в том числе и пленарная сессия стратегии роста «Новые горизонты бизнеса», которую открыл губернатор Дмитрий Азаров, прошли во дворце спорта имени Высоцкого. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня в Самарской области работают более 130 тысяч субъектов «Малого и среднего предпринимательства». Эта цифра за последние 4 года продолжает расти. Узнать, как продолжить эффективно развивать свое дело, предприниматели имеют возможность на ежегодном форуме «Мой бизнес. 63». Центральным событием первого дня стало пленарное заседание «Стратегии роста», которую открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что сейчас особенно важно создавать дополнительные условия для развития бизнеса и предпринимательства, для реализации новых и ранее начатых проектов, поскольку главная задача – создать технологический суверенитет страны, а малый и средний бизнес играет в этом значительную роль. Здесь мы также активно развиваем наши институты развития инфраструктуры для бизнеса. Конечно, здесь стоит отметить и технопарк «Жигулевская долина», особую экономическую зону, промышленные парки «Преображенка», «Чапаис», «Новосемейкино», «Преображенка-2», на территориях которых работает как крупный, так и малый и средний бизнес. Губернатор отметил, что в регионе эффективно работают Фонд развития промышленности и Центр поддержки и экспорта – нацпроект «Производительность труда», благодаря которому выработка выросла на треть. Запасы незавершенного производства сократились на 37%, время протекания процессов снизилось на 36%, а за последние пять лет в регионе в половину увеличилась численность занятых в малом и среднем бизнесе. Все это позволяет области регулярно попадать в топ-10 регионов страны по многим экономическим показателям. О важности малого и среднего предпринимательства говорят и международные эксперты, которые также стали участниками форума. Судьба российского государства и российской экономики во многом лежать на руках и в мозгах малого и среднего предпринимательства Российской Федерации. Тем более Самара. Самара – это запасная столица Российской Федерации. Это ключевая точка на новой торговой оси «Север-Юг», которая сейчас будет в ближайшие годы дополнять традиционную ось «Восток-Запад». Основная программа форума пройдет в два дня. Для участников выступят более 35 спикеров, которые имеют большой опыт работы с бизнесом. Также в рамках форума проходит выставка самарских предпринимателей, которые могут познакомить участников со своими продуктами и заключить с ними партнерские соглашения. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. На финишной прямой работы на Климовском мосту через Волгу подходят к завершению. Губернатор Дмитрий Азаров пообщался с подрядчиками и оценил ход строительства. Подробности в нашем сюжете. Работы на Климовском мосту через Волгу вышли на финальный этап. Ход строительства на выездном совещании с участием всех подрядчиков и надзорных органов проверил губернатор Дмитрий Азаров, чтобы оценить текущий этап работ и определиться с планами на ближайшее время. Как сообщил губернатору Дмитрию Азарову, управляющий проектом Тольятти АО «Дороги и мосты» Дмитрий Кондаков, сейчас ведутся активные работы по установке освещения. 80% мачт уже стоят на пролетных строениях. Полностью осветить Волжский мост планируется в ближайшие недели. Смонтировали деформационные швы, то есть уложили асфальт, смонтировали бареерное награждение, у нас тут местные, но другие, поэтому я сегодня вижу, что мы видим абсолютно в этих местах намеченных. Задач очень много еще. Новый объект соединит не только два берега Волги, но и станет частью Международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Строить мост начали в декабре 2019-го. Это проект государственно-частного партнерства. Протяженность переправы составляет 3,75 километра. На мосту будут четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 километров в час. Финальная стадия работы по всей трассе. И здесь на мосту вы видите, что если в прошлый раз мы здесь фиксируя стыковку мостового перехода, соединяющий правый и левый берег, могли только подняться на мост пешком, а потом проехать, то сейчас все, готовы уже и заезды на мост, мы спокойно, комфортно уже заехали сюда и стадия готовности в целом трассы и моста уже вплотную приближается к 98%. Срок сдачи моста осенью текущего года, но, возможно, движение по мостовому переходу через Волгу будет запущено гораздо раньше. Предполагается, что новый маршрут позволит сократить путь до Москвы, избавить Тольятти от пробок, разгрузит плотину Жигулевской ГЭС, повысит пропускную способность трассы М5 «Урал». Андрей Горгуленко, Виктория Шарая. События. Грузовой корабль «Прогресс МС-27» готовится к старту. 30 мая его выведет на орбиту самарская ракета-носитель «Союз-2-1А». Грузовой корабль доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. Среди них почти 1300 килограммов оборудования и аппаратуры, одежды и еды для экипажа, в составе которого самарский космонавт Олег Кононенко. А еще более 750 килограммов топлива, вода и 40 килограммов азота. Грузовик уже прошел процедуру заправки топливом и сжатыми газами. Ранее на космодроме проверили солнечные батареи корабля. В Самаре подвели итоги экологической акции «Пожиратели незаконной рекламы». Организаторами стали Дума Самары и общественный молодежный парламент. Как школьники и волонтеры спасают город от нелегально расклеенных листовок и сколько человек приняли участие в акции, расскажет Светлана Кудрявцева. Через добрые дела к красивому и чистому городу. Под таким девизом в Самаре ежегодно проходит экологическая акция «Пожиратели незаконной рекламы». Ее инициаторы – городская дума и молодежный парламент. В этом году 4,5 тысячи ребят приняли участие в этой акции на территории каждого района города по очистке от незаконной рекламы, наклеек. Ребята делали это с энтузиазмом. Школьники и студенты очищали фасады домов, остановки, столбы и деревья от незаконной рекламы. За эту работу ребятам и их кураторам вручили благодарственные письма. В числе награжденных ученицы пятого класса Академии Наяновой Анастасия Бочкарева. В акции она приняла участие впервые. Когда сюда приезжают какие-то значимые люди, нам нужно показать свой город во всей красе. А когда на улицах висят всякие ненужные бумажки, ну, неэстетично. Академия Наяновой стала рекордсменом по числу волонтеров. 670 учеников вышло этой весной на борьбу с незаконной рекламой. В 2024 году к экологической акции подключились 86 учебных заведений. А всего за годы проведения в экоакции приняли участие более 40 тысяч добровольцев. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Прижились и набирают силу. 36 молодых деревьев, которые были пересажены с улицы Куйбышева на другие локации в центральной части города, чувствуют себя хорошо. За ними осуществляется непрерывный уход. Их поливают 2-3 раза в неделю и формируют крону, обрезая сухие ветки. На улице Куйбышева тем временем продолжается комплексный ремонт на средства дорожного нацпроекта. О том, как преображается исторический центр города, расскажем в нашем сюжете. В Самаре в преддверии летнего сезона продолжается озеленение улиц. В историческом центре высаживают цветы, ухаживают за зелеными насаждениями. Особое внимание молодым деревьям, которые пересадили в связи с комплексным ремонтом улицы Куйбышева. Ее обновляют по дорожному нацпроекту в границах улиц Венцека и Вилоновской. 12 молодых лип и 24 каштана теперь зеленеют на тротуарах по Фрунзе, Садовой и на других улицах. Контроль со стороны профильного городского департамента обеспечен. За деревьями ухаживают и следят за их приживаемостью сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Обильный регулярный полив и обрезка сухих веток – залог правильного роста молодых деревьев, рассказывают специалисты. Конечно, нужно формировать каждое дерево. Формировку нужно. По улице Фрунзе у нас практически, так как вы заметили, что цветы у нас, так что неделю три раза поливаются они у нас. Первое время, чтобы они прижились, а потом можно сократить уже до одного раза в неделю. С улицы Куйбышева убрали все деревья, чтобы в дальнейшем освежить центральную часть города новыми посадками. После обследования старых взрослых деревьев было принято решение их заменить. По мнению экспертов, сроки жизни деревьев в городской среде небольшие. На это влияет влажность воздуха, перепады температур, наличие асфальта и плитки в прикорневой зоне. На улице Куйбышева в основном прозрастали визы, которым уже было достаточно много лет. В отношении них проводилась регулярная обрезка формовочная. У деревьев были различные поражения, в том числе и вирусными заболеваниями. После завершения работ на улице Куйбышева планируют высадить 94 липы высотой не менее 4 метров. А вдоль дороги появится живая изгородь из кустов кизильника. Уже сейчас на улице Куйбышева готовят места для посадки. По мнению самарцев, такое обновление благоприятно скажется на микроклимате исторической части города. Это будет приятно, конечно, что будет много озеленения, всякие цветочки посажены, кизильники, допустим. Потому что загруженная транспортом Куйбышевская вообще очень сильная, и воздух будет свежее, приятнее будет гулять. Тем временем продолжаются работы по комплексному ремонту улицы Куйбышева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершено фрезерование асфальта, проводятся работы на коммуникациях, меняют люки колодцев, обновляют бортовые камни. На тротуарах кладут плитку. Работы ведутся и на улице Садовой от Полевой до Затонной. На участке большая часть люков и дождеприемных решеток приведены в порядок. Частично уложен новый асфальт. Ремонт тротуаров организован на участке от улицы Маяковского до улицы Ульяновской. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Экологическую акцию в честь своего 15-летия провело государственное бюджетное учреждение Самарской области «Цифровой регион». На набережной недалеко от речного вокзала посадили голубую ель. Это дерево родом из Северной Америки. Оно выдерживает сильные морозы и не боится засухи. При хороших условиях может вырасти до 60 метров. Зимой ель меняет свой цвет на зеленый. Но сейчас под лучами солнца она снова обретает голубой цвет. Решили, что в честь 15-летия нашего учреждения хотели бы такую символическую акцию привести. Посадить дерево. Символ, объединяющий нашу команду, где бывшие коллеги, наши действующие коллеги, вместе с семьями могли прийти и знакомиться с членом нашей команды, этим небольшим деревом, которое, я уверен, будет расти, процветать, как и наше учреждение. Живут они, в общем-то, долго. Как говорят, лет 80 в соответствующих условиях, возможно, проживет. Будем ухаживать, будем беречь, будем контролировать уход. В педиатрическое отделение областной больницы имени Середавина представители благотворительного фонда передали новое оборудование для пациентов с редкими заболеваниями. В чем заключается принцип работы аппарата и чем он поможет не только пациентам, но и врачам, расскажет Полина Чулякова. Этот небольшой прибор теперь будет помогать врачам-педиатрам спасать жизни маленьких пациентов. Визуализатор ВЕН – новое специальное оборудование, предназначенное для детей с редкими заболеваниями. Он помогает врачам быстро и точно определить местонахождение вены для инъекции и забора крови. В аппарате есть специальная лампа с специальной длиной волны, которая при попадании этого света на кожу светится подкожно-жировая клетчатка и вены, которые находятся, ну, не глубоко. Они не поверхностные, но в среднем залегании. Поэтому их видно, их легко визуализировать. И поэтому постановка каких-то катетеров и попасть в иголку вену гораздо проще, чем слепую. Новое оборудование в больницу предоставили представители благотворительного фонда. В рамках проекта «Даже венам нужен свет» фонд помогает медучреждениям в регионах и федеральных центрах. И мы очень рады, что теперь в больнице Середавина есть такой островок безопасности. Современное оборудование повысит качество оказания медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями. Полина Чулькова, Григорий Блешаков. События. Диагностике ультразвуком была посвящена научно-практическая конференция, которая прошла в Самаре. Лектором мероприятия стал Михаил Пыков, профессор, который стоял у истоков ультразвуковой диагностики в педиатрии. Подробности в нашем сюжете. Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в педиатрии обсудили на научно-практической конференции в Самаре. Более 200 врачей участвовали как очно, так и онлайн. Лектором выступил Михаил Пыков. Профессор рассказал о тонкостях работы с детьми, а также о том, почему диагностику ультразвуком важна в педиатрии. В педиатрии нельзя, нужно как можно меньше облучения. Одно КТ головы, которое очень часто делают при сотрясении мозга и так далее, равносильно облучению, которое ребенок получает, если ему сделать подряд 100 рингинограмм грудной клетки. Это очень большое облучение. У нас совсем другая ситуация. Безвредная. Первый ультразвуковой аппарат появился в Самарской области 40 лет назад, в городской клинической больнице имени Пирогова. Этому событию и была посвящена конференция, организованная Алексеем Рогачевым. Еще в студенчестве мужчина увидел, как работают врачи со звуковым оборудованием. Меня настолько это заинтересовало, что когда я по распределению, после окончания мединститута уехал в Пенинскую область работать, и там тоже появился аппарат, я тоже начал заниматься ультразвуком и стал у истоков ультразвуковой диагностики Пенинской области. На конференции показали и работу современных ультразвуковых аппаратов. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин, События. Особое внимание на протяжении этого года уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, как они обычно разрешают конфликты и принимают решения. Главное отойти в этот момент. Во время конфликта нужно остыть, подумать, а потом через пять минут подойти, улыбнуться, сказать, пойдем пить чай. Методом общения, разговора, диалог, потому что прежде всего надо понять, в чем проблема. Мы почти не ругаемся, у нас все хорошо. Стараемся более находить альтернативу в наших семейных отношениях. Если у кого-то возникают какие-то вопросы, либо проблемы, пытаемся просто пообщаться и найти компромисс. Ну, стараемся отвлечь ребенка, если родители есть рядом вдвоем, а с ним совместно как-то на что-то переключиться. Ну и пытаемся его заранее предупредить, объяснить, как нужно там себя вести. Полюбовно. Ну, во-первых, хочется сказать то, что нужно, чтобы был всегда позитив. Вот это вот самое главное. И относиться ко всему спокойно. К любой ситуации нужно относиться спокойно. Да, конечно, это очень сложно, если происходит какая-то ситуация, и человек, как бы, эмоции вот эти, но их вот нужно учиться как бы убирать и решать проблемы, ситуации более так спокойно. Самые яркие выступления участников «Веснушки-2024». В Самаре завершился фестиваль, участие в котором приняли среднепрофессиональные образовательные организации. Наша съемочная группа побывала на месте события. Даяна Николаева учится в Самарском колледже технологии дизайна. В фестивале «Веснушка» участвует третий год. На галоконцерте студентка выступила с вокальным номером «Частушки», к которому тщательно готовилась вместе с педагогом. «Веснушка» для меня значит очень много, потому что именно с него начался мой творческий путь и началось мое творческое раскрытие. То есть я именно на «Веснушке» начала пробовать себя в разных жанрах, то есть нет только петь. С начала марта прошло более 30 концертных программ, а также конкурсный день по трем направлениям фестиваля. Танцевальное, вокальное и инструментальное, театральное и оригинальный жанр. Также для студентов проводились творческие лаборатории по направлениям медиа, видео и арт. В этом году фестиваль исполняется уже 20 лет. За это время нам удалось сформировать большое сообщество творческих, молодых, интересных наших студентов. И в этом году фестиваль достаточно громко прошел на территории Самарской области. В нем приняли участие более 2000 студентов, практически из всех профессиональных образовательных организаций более 70. По итогам фестиваля лауреатами стали 242 творческих номера. Победителям вручили памятные стелы. Это уже традиционно. В прошлом году мы впервые сделали такие подарки. Я думаю, это очень классно оставить себе на память. Многие колледжи хранят их. Мы в этом году ездили с инфомарафоном перед фестивалем, рассказывали о фестивале студентам первых курсов, которые еще не знают, что это такое. И очень часто мы видели при входе в колледж на большом стенде стоят эти награды. Это очень приятно. Победители фестиваля «Веснушка-2024» смогут принять участие во всероссийском фестивале студенческого творчества «Российская студенческая весна», которая в этом году пройдет в Ставрополе. Августина Охременко, Николай Сидоров. События. Легендарные произведения Александра Сергеевича Пушкина. В Самарском театре драмы «Камерная сцена» в честь 225-летия со дня рождения писателя состоялась премьера спектакля «Метель». Подробности расскажем в нашем сюжете. В театре камерная сцена премьера. На сцене «Метель» по повести Александра Пушкина. Развивая мотив судьбы и предопределение в жизни человека, автор в повести создает образы заурядных людей и показывает, как причудливо может сложиться жизнь, если вмешается необъяснимый рок. Все театры страны ставят Пушкина. Естественно, что очень многие театры ставят повести Белкина, ставят «Метель». Сотни вариантов «Метели» показывают зрителям в стране. У нас свой вариант будет «Метели». Вот мы постарались эту поэзию передать. Получится или нет, скажет зрителя. Но нам бы хотелось, чтобы вот этот поэтический момент в спектакле был прочувствован зрителям. Повесть «Метель» была написана Александром Сергеевичем Пушкиным в 1830 году. Это время принято считать золотой порой его творчества. В историю оно вошло под названием «Волдинская осень». «Метель» стала последним произведением из цикла повести покойного Ивана Петровича Белкина. Постановка включает в себя элементы фэнтези, ее изюминкой стало световое шоу. Несмотря на то, что постановок «Метели» Пушкина достаточно много, данный спектакль интересен для нас с точки зрения чиновников, можно так сказать, с технической точки зрения. Но это лично мое мнение. Потому что в 2023 году в театр «Камерная сцена» в рамках проекта «Нацпроект культура» было поставлено новое звуковое и световое оборудование. Для работы в данном спектакле приглашен специалист по свету. То есть это специалист из Москвы, который обучил персонал по свету работать с новым оборудованием. И у меня очень большие ожидания на этот счет. Посмотрим, что это будет. Билеты на спектакль «Метель» можно будет приобрести по Пушкинской карте. Августина Охременко, Сергей Баскин, События. Далее вас ждет обзор телеграм-канала в городской администрации. И профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской призывает жителей Самарской области сообщать о фактах применения беспилотников по единому номеру телефона 112. Несмотря на введенный запрет, отмечается тенденция увеличения количества нарушений в этой сфере. Существенное негативное влияние на безопасное использование воздушного пространства оказывают участившиеся диверсионно-террористические акты на территории России, осуществляемые спецслужбами и экстремистскими националистическими организациями Украины, в том числе с использованием беспилотников, осуществляя удары по объектам промышленности, ТЭК, транспортной и социальной инфраструктуры. После передачи информации в правоохранительные органы необходимо быть на связи по указанному в своем сообщении телефона. Администрация Красноглинского района в Телеграм-канале сообщает, что нужно знать при переоформлении документов на недвижимость в случае замены фамилии. Формально сообщать об изменении фамилии в Росреестр или другие организации не требуется. Закон не обязывает менять документы на недвижимость при смене фамилии. Тем не менее, в ваших же интересах сообщить новые сведения сразу, чтобы избежать проблем в будущем, например, при продаже жилья. Для этого необходимо подать заявление в Росреестр, либо в МФЦ по местонахождению недвижимости. В противном случае потребуется предоставить документ, подтверждающий, что речь идет об одном и том же человеке и показывающий основание смены фамилии, свидетельство о браке или справку из ЗАГСа. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает о том, что такое постинтернатное сопровождение детей-сирот. Вот некоторые из основных аспектов этой помощи. Реализация прав на жилое помещение. Получение второго бесплатного образования. В случае отсутствия работы по специальности, районный отдел опеки и попечительства выдаст ходатайство о постановке на учет в Центре занятости населения, оказание психологической помощи, а также помощи в решении трудных жизненных ситуаций. Эти виды поддержки помогают детям-сиротам успешно адаптироваться к самостоятельной жизни после выпуска из интерната. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самаргиз, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok